всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress урок номер 32 мы продолжаем с вами оптимизировать сайт чтобы сайт грузился быстрее и в этом уроке мы с вами закешируем наш сайт прежде чем мы приступим к действию давайте я расскажу тем кто не знает зачем нужен кэш и что это такое пока кэш на сайте не включен никак не кешируется страница то каждый раз когда загружается страница вашими пользователями которые заходят к вам через поисковые системы или просто заходит на ваш адрес зная ваш адрес каждый раз когда они заходят на ту или другую страницу сайт обращается к базе данных там так называемые запросы делать запросы в базу данных и чем больше таких запросов тем дольше грузится ваш сайт количество запросов зависит от контента на сайте чем длиннее страницей больше всяких элементов всяких всплывающих окон кнопки заказать звонок посты и многое другое вызывают большее количество запросов базе данных и некоторые плагины если они в большом числе установлены на сайте которые вам необходимы тоже увеличивают запрос к базе данных и что делает кэш страницы кешируется как бы делается ее клон и когда человек заходит второй раз на ваш сайт например другой день там например то ему страница будет выдаваться из кэша копия тем самым исключить запросе запросы к базе данных и за счет чего очень быстрой загрузки страницы то есть вот так вот в теории это работает я не знаю что покажу сегодня пейдж спид возможно ничего не покажет но визуально сайт мы точно заставим грузиться быстрее потому что в любом случае страница будет выдаваться нам из кэша на wordpress плагинов кеширующие страницы очень много в данном уроке мы с вами рассмотрим vp супер кэш проверенный хороший плагин вы переходите плагины добавить новый и его 10 в поле поиска можете просто написать vp супер и сразу система найдет репозитории этот плагин вот он у меня здесь вы его видите нажимаем установить как обычно далее мы нажимаем активировать плагин на русском языке настройки в принципе не сложные сейчас мы его настроим видим сразу вот здесь вот наверху от плагина такое предупреждение что стран плагин неактивный да мы не обращаем на это внимание находим его здесь vp супер кэш нажимаем настройки первое статус кеширование кеширование включено то есть в данный момент у нас все отключено мы ставим здесь точку обновить ниже мы видим кнопка проверить проверить кеширование можем не нажать и видим вот такой ситуации да везде зеленым светится есть 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 временные штампы обоих вариантов страниц впадают да давайте поднастроим данный плагин переходим расширенные здесь ничего сложного нет просто повторяйте за мной там где нужно включить желательный кэш система нам показывает подсказывает что это рекомендуется здесь наверху оставляем все как есть переходим разные некий ширы страницы для известных пользователей рекомендуется ставим галочку некий ширы страницы с get запросом но долго объяснять для новичков в это вникать думаю не нужно хотите разобраться читайте в интернете более детальные статьи об этом я лишь рекомендую вам ставить галочку здесь это полезно сжимать файлы кэша чтобы ускорить работу также рекомендуется ставим галочку прокручиваем чуть ниже дальше ошибка 304 тоже ставим галочку считать известных пользователей анонимными тоже ставим галочку вот здесь важный момент чуть ниже очищать все файлы кэша при публикации или обновлении страницы или записи чтобы вы увидели запись на странице которые вы создали сразу то галочку лучше ставим вот здесь вот тоже дополнительная сверка кэша тоже рекомендуется ставим обновлять страницу при добавлении нового комментария тоже рекомендуется ставить дальше прокручиваем ниже видим кнопку обновить нажимаем обновить прокручиваем опять на этой странице ниже и смотрим следующие настройки таймаут кеширование то есть через какой промежуток времени то есть в данном случае 1800 секунд кэш будет сбрасываться это зависит от того как часто вы публикуете ваши записи на wordpress то есть если раз в месяц или раз в неделю то на калькуляторе посчитайте сколько секунд лучше поставить чтоб кэш сбрасывался раз в неделю если каждый день то тоже в секундах здесь можно указать дальше прокручиваем ниже если там вы внесли вот здесь вот какие-то изменения то ниже нажимаем изменить время жизни копии ниже нам спрашивается не кеширует страницы следующих типов я рекомендую поставить здесь страницы поиска если есть поиск по сайту поставьте галочку сохранить настройки следующие настройки более тонкие которые я не использую это только в каких-то редких случаях поэтому вы тоже можете пропустить лишь внизу есть кнопка интересная восстановить настройки по умолчанию если вдруг вам это потребуется дальше мы с вами переходим на кнопку состояние кэша и здесь нам говорится статистика объектов кэша не создается автоматически чтобы обновить ее вручную нажмите на ссылку ниже и вот она ссылка обновить статистику кэша здесь мы можем смотреть за кешированной страницы то есть но чтобы здесь статистика началась нужно нам перейти на главную страницу и погулять по страницам просто так походить по нажимать дальше переходим на общий кэш вкладку здесь вы все читаете мы сами ставим галочку режим при загрузке сбора мусора отключен сохранить настройки на вкладке плагины здесь в принципе все понятно вы можете здесь включить отключить какие-то плагины здесь все понятно написано например включите или выключить плагин чтобы убрать надпись ваш комментарий ожидать проверки то есть помните когда человек оставляет комментарий если комментарий попадать на модерацию то сплата сообщение здесь также этот плагин позволяет выключить такие вещи итак основные настройки мы с вами уже настроили теперь нам лишь остается проверить все у нас работает и проверить наш сайт через google page speed чтобы проверить работает ли кэш на сайте нам нужно анонимно зайти на сайт или разлогиниться я сейчас нажимаю выход и так я вышел с сайта то есть я не авторизован как обычный пользователь сейчас нахожусь на сайте вот но видите правый клик у меня отключен не могу перейти посмотреть сейчас я в код страницы то есть нам надо заглянуть чтобы убедиться работать ли кэш а почему не могу кликнуть правой кнопкой потому что если вы помните мы плагином vp security защитили правый клик давайте временно зайдем в плане security временно отключим данную опцию это находится у нас vp security и разные его 10 защита от копирования я галочку снимаю и нажимаю на кнопку сейф иду на сайт обновляю страницу так нужно опять нажать выход кстати если вы выйдете из админки то плагин находится у вас настройки vp super кэш вот здесь итак обновляю страницу зашел как не авторизованный пользователь правой кнопкой мыши кликаю по сайту и просмотр кода страницы нажимаем и прокручиваем самый самый низ и вы должны увидеть что-то похожее зеленым отсвечивается вот здесь внизу кэш-пэйдж генератор супер к что страница кишируется и газип сжатия работает то есть вот эти две строчки говорят нам о том что мы все сделали и кэш на сайте работает теперь давайте скопируем адрес главной страницы и посмотрим в page speed вставляю и анализировать ситуация с мобильным устройством не изменилось а для компьютера было 85 насколько вы помните сейчас 89 то есть особое тоже сильно не изменилось но в любом разе это нам необходимо сделать вот эти все мероприятия по оптимизации обязательно вы еще можете попробовать проверить ваш сайт через другие сервисы поищите в интернете другие сервисы по проверке скорости сайта возможно там будут другие показатели и нехитрый совет если вы хотите увидеть здесь сильные цифры то есть стремящийся к 100 и также и здесь то в первую очередь удалите все изображения на которые ругается google speed скачайте вот здесь изображение то что сжал сам google speed и замените ваших везде постах и вот здесь вот ситуация сильно улучшится на этом урок заканчиваю и с этим уроком заканчиваются уроки по оптимизации скорости загрузки сайта и будем движется дальше на этом здесь все пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedor васильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почты чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачиваете тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручивайте страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указано вот здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь